На территории спортивного комплекса Джаштых в Бишкеке сегодня прошло торжественное открытие спортивного зала для женской сборной Кыргызстана. В мероприятии принял участие и глава государства Садыр Джапаров. «На сегодня девушки-борцы являются такими же смелыми, мужественными и отважными дочерями, как упомянутые выше девушки-батыры, которыми гордится кыргызский народ. Однако у девушек, которые прославляют Кыргызстан, не было своего спортзала. В связи с этим я взял под личный контроль строительство спортзала для женской борьбы». Отдельный женский зал был необходим, об этом сказала и серебряный призер Олимпийских игр Айсулу Танебекова. По ее словам, спортивный комплекс действительно построен в современном стиле и есть все условия для тренировок и сборов. «До этого нам приходилось тренироваться в разных залах. Мы арендовали, можно сказать, залы. И я думаю, с этим у нас все покончено, так как у нас уже будет свой личный зал». Внутри спортивного комплекса имеется современный тренажерный зал, медико-восстановительная комната, комната для проживания во время сборов, а также в отцовский зал с современными матами. «А также расположены комнаты для отдыха, размещения, потому что у них проходят часто, наши девочки ездят на совместные сборы, как в дальние зарубежные, как и ближние зарубежные. Теперь они хотят совместные сборы здесь проводить с другими командами. То есть вот здесь вы увидите уютные, хорошие спальные номера. И на третьем этаже находится комната для теоретических, тактических занятий. То есть тренерский штаб вместе с нашими девочками будут обсуждать те или иные моменты своих свадки, какие тенденции есть, какие планы и вообще как можно развиваться. То есть больше в таком технико-тактическом плане комната находится. И на сегодняшний момент затрачено 84 миллиона 837 тысяч сомов». Весной этого года глава государства Садыр Джапаров заложил капсулу на строительство спортивного зала. На строительство ушло около пяти месяцев. Тогда же глава государства отметил, что отсутствие современных тренировочных залов – это одна из нерешенных проблем. И вот сегодня прошло открытие данного спортивного комплекса, и он уже готов принимать новых будущих чемпионов.